Доброе утро! Чемпионкой в этом году, да? Выиграла Кубок мира по тэквондо. Среди юниорок 16-17 лет весовой категории 70 килограммов. Я считаю, что это очень серьезное достижение. Поздравляю тебя с победой. Расскажи, какой была подготовка и как прошел сам чемпионат для тебя? Ну, подготовка на самом деле была очень насыщенной, напряженной, потому что у меня есть цель в этом году выиграть чемпионат России, поэтому подготовка ведется уже с лета. Вот, я веду такой довольно-таки тяжелый график, тренируюсь каждый день почти, вот, нахожусь постоянно в разъездах и как бы эти соревнования, они являются тоже как бы, ну, входят в план подготовки. Вот, соревновательный для того, чтобы посмотреть, там, исправить ошибки какие-то, опять что-то доработать, опять посмотреть, вот. Ну, соревнования на самом деле очень впечатлили, как бы впечатляет масштаб. Я не первый раз находилась на таком уровне, вот. Вот, и, да, действительно, и организации соревнований, ну, очень впечатляет, вот. Ну, и сами противники, количество участников было полторы тысячи человек и даже больше 21 страна, вот. И Украина, Россия, вот, Казахстан, там, да, Таджикистан, Узбекистан, да, очень много было стран, вот. Вот, ну, и соперники, конечно, впечатляют, да, впечатляют, да, потому что действительно очень серьезно. И у них подготовка, я понимаю, то, что они так же готовятся, так же стремятся, у них такие же цели, вот, особенно, наверное, у россиян, вот, потому что нам с ними придется пересечься на чемпионате России. Покажи, пожалуйста, свою модель. Вот это как раз, да, за Кубок Мира. Да, да, вот это вот за Кубок Мира. Соревнования проходили в Минске? В Минске, да, конечно. С кем у тебя был финальный поединок? С участницей сборной Украины, да. Как он прошел? Ну, понятно, что он прошел, конечно. Прошел, да, удачно для меня, но на самом деле я чувствовала себя намного увереннее, чем в полуфинале. В полуфинале я встречалась с россиянкой, вот, бой выдался очень напряженный, но финальная встреча меня, конечно, впечатлила, потому что соперница была, ну, очень серьезного уровня тоже, вот, в некоторых моментах, конечно. Мне удалось выкрутиться, вот, но, да. Аня, вот спорт – это очень тяжелый труд, это постоянные разъезды, постоянные тренировки и соперничество и так далее. Как тебе удается жить в таком графике? На самом деле, когда занимаешься с юного возраста, к этому привыкаешь, вот, поэтому я чувствую себя вполне комфортно, даже я скажу, что прям идеально, это вот прям моя стихия, поэтому, вот. Вот, как бы для меня нет чего-то необычного в том, что, там, мне скажут, там, то, что у нас соревнования, вот, там, через две недели, я скажу, да, все, отлично, едем, там, еще через две недели, конечно, едем, то есть только с такой фразой, а не с той, что, ой, опять, там, на соревнования ехать, опять что-то делать, как бы, нет, я наоборот, то, что, ага, значит, сейчас усиленные тренировки, ага, значит, все, готовимся к поездке, к очередной, значит, нужно добиваться цели, раз, поставила, все. Ты живешь спортом? Живу спортом, да, можно так сказать. Расскажи, как ты впервые пришла на занятия по тэквонду, кто тебя туда привел и какие у тебя остались впечатления? Ну, на самом деле, привел меня туда папа, конечно, вот, они с мамой долго спорили, куда меня отдавать, ну, решили все-таки отправить в такую стихию, да, боевых искусств, поэтому, ну, я, конечно же, безумно им за это благодарна, вот. Ну, впечатления такие, на самом деле, были, ну, как бы, растерянность, вот, скорее, да, такое ощущение было растерянности, потому что много детей, я очень маленькая, там, 6 лет, вот, но, да, тренировка меня, конечно, впечатлила, поэтому после этого я втянулась, и все. Ты уже определилась с выбором будущей профессии? Да, да, определилась. Да, да, конечно, также продолжать буду в спорте и буду тренером, да, планирую выступать еще, конечно, вот, и тренировать. А вот если говорить о глобальных целях, какие они у тебя? Ну, в первую очередь, это, конечно же, чемпионат России предстоящий, который будет проходить в Сочи, вот, выполнение мастера спорта звания, вот, ну, а если выигрывать чемпионат России, то, разумеется, чемпионат Европы, вот. Это самые глобальные, которые сейчас, как бы, стоят у меня на первом месте в жизни вообще, то есть не просто в спорте, именно в жизни. Хорошо, Аня, мы все очень гордимся тобой, очень рады за тебя, я благодарю, что ты сегодня пришла к нам в студию, выбрала время для этого, побеседовала с нами, рассказала, как ты живешь, чем ты живешь, рассказала о Кубке мира. Я желаю тебе новых спортивных успехов, достижений, удачи и достижения, еще раз скажу, достижения твоих целей. Спасибо большое. На этом я передаю слово Симферополе. Большое спасибо, Даша. Присоединяемся к твоим пожеланиям. Желаем и вам, и вашей гости, добрых и верных товарищей и только хороших новостей. Напоминаем, на связи был Керченский филиал телерадиокомпании «Крым» и корреспондент Дарья Зимина. Симферополе.